Наравне с весенними паводками и повышением цен в магазинах проблемой для нефтекамцев являются городские дороги. Как показал опрос жителей, качество дорог оставляет желать лучшего, однако есть и хорошие участки. Дороги как везде, во всей России, по весне всегда так терпимо. Нам не привыкать по плохим дорогам. Ужасные дороги, девушка, ужасные. Ну, возле района, в районе Людовика, самые плохие дороги. Худшие дороги? Так, по дорожной, начиная сверху до низу, потом по строителей, по трактовой до НБШ, потом скажу про лучшие дороги. По юбилейной хорошей дороге, по парковой и по Карломарксу. Решением ямочных проблем на дорогах занимается городская коммунальная служба. Сотрудники организации ежедневно в составе двух бригад выходят для того, чтобы запломбировать проблемные зоны. Работа специалистов проводится при помощи материала, который в использовании появился сравнительно недавно – холодный асфальт. Этот материал в основном применяют при латании ям и трещин. В отличие от кирпичей, что здесь надо меньше техники применяется, быстрее ложим. И у нас остается еще больше времени на другие улицы, чтобы там тоже сделать ямочные работы. Здесь мы нагреваем его горелкой и уже трамбуем вручную. А горячий там уже нужны техники, нужна катки. Холодный асфальт отличается от горячего тем, что в первом случае битум более текуч и эластичен, а при понижении температуры только повышает свою вязкость. Как утверждают сотрудники спецслужбы, такие характеристики материала только увеличивают качество асфальта. Первоначально будем делать улицы Ленино-Комсомольская. Особое внимание будем уделять тем местам, просадкам, выбоинам, которые влияют на безопасность дорожного движения. Это большие ямы. Ну и так впоследствии по всему городу. Все ямочные ремонтные работы будут завершены в течение месяца. Тем не менее, латать ямы и трещины придется постоянно, потому что избавившись от одного дефекта, обязательно появится другой. Татьяна Галиева, Антон Терентьев, информационная программа «Ежедневник».